Здравствуйте, дорогие друзья. Новости с каббалистом Михаил Майкнов. Здравствуйте. Добрый день. Парламент Польши принял закон, позволяющий отправлять в тюрьму людей, которые обвиняют поляков в соучастии в массовых убийствах евреев во время Второй мировой войны. В частности, за публично озвученную фразу «Польские лагеря уничтожения» можно угодить в тюрьму на три года. Как вам этот закон? Ну, они хотят отмазаться, конечно, от своей истории, хотя это история недалекого прошлого, и она и уходит вглубь веков тоже. Я уверен, что она еще может и повториться, потому что антисемитизм никуда не исчезает, он волнами идет по миру. А в Польше, вы считаете, он серьезный? Польша очень антисемитская страна, самая антисемитская в мире. Так что тут я не виню народа, кстати говоря. Народы не виноваты в том, что у них то или иное желание, как и каждый человек, с его свойствами и желаниями. Все зависит только от того, как воспитывать человека, и как он затем, поняв, каким он должен быть, воспитывает себя. Я считаю, если бы они поняли вот это отношение к себе, к Творцу, к миссии каждого народа и ко всем прочему, то не было бы никаких претензий. Если бы поляки поняли. Если бы поляки поняли. А если бы и евреи поняли, тогда бы не было вообще и проявления антисемитизма. Дали бы миру пример объединения, и тогда все бы на этом закончилось красиво, и было бы всеобщее содружество. То есть если евреи этого не понимают, будущее их вам понятно? Абсолютно. То же самое. Все повторится. Все евреи, она дать миру пример объединения, в котором весь мир так нуждается. И в этом объединении раскроется Творец, совершенно иная высота существования человечества. А то, что евреи все время задают вопрос, почему мы, почему евреи должны... А их надо в этом просветить, я поэтому и рассказываю об этом. И поэтому считаю, что не имею права сидеть спокойно и тихо. Корень народа поручительства, единство, которое идет к нам еще из древнего Вавилона. К нему призвал Авраам. Возлюби ближнего, как себя. Все прегрешения покроют любовь и так далее. Это и есть поручительство. Друг за друга, вместе достигается единая духовная цель, высшая цель. А не противование в этом мире, иное количество лет, и в таких страданиях. Сегодня мы должны привести себя за темы человечества к единению, к единству. Такому, чтобы в нашем единстве раскрылась высшая сила, Творец. Ну, к этому надо идти, в этом надо воспитываться. Есть люди, которые благоразумно молчат. Но я считаю, что это неблагоразумно. Ты не можешь оставаться в равнодушии, когда ты видишь, как приближается катастрофа следующая.